приветствую всех подписчиков а также зритель моего канала сегодняшние видеоролики продолжаю усовершенствовать гриндер удачный а это именно он лента 610 на 50 вот продолжаю его улучшать под заточку вот токарных резцов небольшие изменения уже здесь делал которые были отражены в предыдущем видеоролике ссылка на который будет в описании сегодня же смотрите покажу теперь как легко и просто затачивать некоторые стамески и резцы ну начнем пожалуй в прямых стамесах градусы у меня тут уже выставлены несколько движений лента стоит 220 грит уголок четкий можно это все делать и вручную но на гриндере все происходит гораздо быстрее теперь смотрите не меняя углы вот прошлый раз я же здесь отрезал вот эту штучку которая мне мешала теперь не меняя углы просто меняем ленту 220 на 320 пожалуй пружинку надо немножечко ослабить инструмент я не очень удобно взял но и тем не менее для чего ослабил мы ленты вот эти очень тонкие я боюсь при полном натяжении она долго не прослужат ну и так далее и тому подобное дальше переходим на 400 зерно но потом уже на водных камнях можно доработать уже вручную если кому-то это необходимо дальше смотрите можно затачивать уже здесь теперь и месель начинаем опять здесь и 20 но я не полностью перетачиваю резцы а только немного их подправляю у меня еще здесь не сделано знаете тут ничего чтобы можно было угол выставлять не глядя но выставляю я его уже видите только одной рукой гайку теперь мне держать не нужно угол выставляю визуально да в прошлый раз угол точил тут вручную но с рук так сказать поэтому сейчас пришлось чуть дольше ровнять поверхности видите теперь теперь идеально надо было все таки показать как было до того есть небольшой залосенчик с одной стороны но если поменяем по быстрому ленту буквально тут два движения опять надеюсь в камеру будет видно вот это 320 зерно а вот здесь 220 на 320 уже поверхность гораздо лучше далее смотрите по-быстрому меняем угол под заточку скрипка вот что-то я издалека как-то начал боюсь что видео будет длинная но зато информативная вот о чем я говорил видите какое удобство ключик один выставляю здесь все руками пока удержу угол у меня тут особая за . на скребочке ну и тем не менее здесь все можно сделать но здесь ничего передачивать не буду только слегка поправлю кромочку уже 320 зерном видите у меня тут все ровненько только заусенчик уже ушел поэтому его надо время от времени восстанавливать вот смотрите сделал малюсенькую микрофаску мне плохо видно в камеру надеюсь в мониторе это будет видно на кожаном круге дорабатывать не буду как говорится и так сойдет далее в работу идет вот глубоко жлобчатый реер можно конечно и вот так руками все углы тут подобрать так сказать точить с рук и на глазок ну что мы туда имеем каждый раз у нас получается новый угол каждый раз мы снимаем больше чем надо ну и резец в конце концов быстрее сточится до ручки и вот сегодняшний видео ролик будет посвящен тому как буду делать приспособление для заточки реера вот этот блок придумал такое приспособление не сам подглядел у одного производителя ну он к гриндеру удачному там вообще никакого отношения не имеют там специализированный гриндер для заточки резцов токарных но я думаю что у меня получится здесь сделать нечто подобное для этого мне нужно заменить вот этот болт болт на 8 сейчас на токарном станке сделаю практически тот же самый болт только с длинной такой шляпкой так идем на токарный по металлу отрезал пруточек диаметр 16 миллиметров длиною 90 думаю что мне этого вполне хватит да диаметр будет потом у меня значительно меньше ну допустим 13 будет диаметр но у меня есть сверло на 13 да и вот я под это сверло буду подгонять этот размер потом поймете почему так 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 Сразу засверлю центровочным сверлом, и потом еще это отверстие рассверлю. Рассверлю сверлом на 6,8. Скорость 360 оборотов в минуту. Для такого диаметра сверла вполне нормально. На 6,8, потому что хочу потом там внутри нарезать резьбу. Всё, резьбу М8. Ну 20 миллиметров вполне достаточно. Да, я кругляк без запаса тут отпилил, поэтому точить буду с применением центра. Да, точу на автоматической подаче. Видите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот точно 13 миллиметров. Ну и пока деталь в патроне зажата, давайте немножко полирнем заготовочку. После полировки еще и резьбу здесь нарезал. Да, для нарезания резьбы использую подсолнечное масло. Нисколько не хуже, чем сало, чтоб кто там не говорил. Ну и переставляем детальку. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, диаметр стержня 8 мм, под резьбу нужно 7,6 мм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, не знаю, увидите, нет. Кто готов считать? 7,6 мм. Ну, если что, на паузу поставьте, пересчитайте. Резьбу, конечно, можно тоже здесь резцом нарезать. Ну, это гитару надо переставлять, шестерёнки менять. Была бы электронная гитара, вообще без проблем. Поэтому леркой вручную нарежу резьбу. Не проходит, не проходит по размеру станины. А на ходу резать не хочу. Здесь ремень не такой, чтобы это можно было делать. Поэтому ладно, сейчас это сделаем в тисочках. Резьбу нарезал, смотрите, полную, красивую, но кривую. Самую малость кривую, но в данном моменте это не играет никакой роли. И смотрите, вот в ту резьбу, что на станке там нарезал, вкрутил болтик. Болтик с внутренним шестигранником под ключ. Точно такой же шестигранник и вот в этой части. Ну, чтобы 100 ключей не понадобилось мне здесь хранить. Теперь что делаем? Ну, допустим. Прикручиваем. По сути, я сделал просто длинный болт. Если бы смог сюда еще проковырять отверстие такое, под шестигранник, вообще было классно, но не в этот раз. Когда вот этот нижний болт закручен, ну, установлен вместо короткого длинный, видите, никаких трудностей не возникает. Ну, то есть гриндер остается полностью работоспособен. Все углы можно устанавливать. Никто тут никому не мешает. Ну и дальше, для чего это все затевалось, смотрите. Вот так вообще убираем. Затягиваем. От сюда будет надеваться вот эта деревяшка. Ходит, видите, плотненько. При этом она и скальзит легко. Ну и есть у меня вот такое заводское решение. Если кто не сможет такое найти в следующем ролике, ну, в одном из следующих роликов, покажу, как это сделать самостоятельно. Вот, не покупая такую дорогостоящую штуку. Просто на Алиэкспресс это раньше не так дорого стоило. Сейчас и там все подорожало. Вот сюда это должно устанавливаться. А установить можно только одним образом. А отверстие просверлить. Отверстие нужно не как у меня было на заточном, на быстром точиле. У меня деревяшка там зафиксирована. И здесь просто маленькая ямочка. Это приспособление просто на ямку опирается. Здесь же мне надо, чтобы приспособа заходила до конца вниз. Ну, полностью в отверстие. На каком расстоянии это сделать? Ну, не просто так я тут какую-то жертвенную деревяшку взял. Сейчас сделаем несколько отверстий. Посмотрим, какой из них будет лучше подходить. Ну, а потом мы подкорректируем немного. Вдруг нужно будет отверстие чуть-чуть всего лишь сместить. Ну, что, сверлю тогда десятки здесь. Как сверлить сто раз показывал? Пожалуй, не понесу камеру к сверлильному станку. Вот три отверстия. Ну, думаю, достаточно. Какое-то из них подойдет. Давайте дальше просто экспериментируем. Я же весь этот эксперимент провожу вместе с вами в прямом эфире. Давайте хотя бы от чего-то будем отталкиваться. Ну, например, вылет резца. Ну, пусть хотя бы будет 55 миллиметров. А потом дальше уже будем смотреть. Это как бы такая отправная точка. Потом он может быть и 50, и 45, и 60. Ну, пока 55. А-а-а, Вася. Ну, идея-то понятная, да? Палка. Палка будет мешать. Потому что я попал прям с первого раза. Как надо. Давайте во второе отверстие попробуем. Ну, третье точно не пригодится. Сейчас я по третье отверстие отрежу. Так. Ну, пусть будет третье. Пусть будет второе. Вот сюда еще можно шайбочку, например, подложить. Ну, если будет не хватать вылета. Ну, а если буду делать прям такое устройство самостоятельно, просто предусмотрю на вот этом штырьке ступеньку. Ну, как говорится, с Богом. Блин, прям не утерплю, покажу. Смотрите, как классно. Ё-моё. Видите? Это зерно на 220. Сразу меняем. Ставим 320. Ну, здесь можно вообще вот это не снимать. Оно, видите, просто вот висит. Никуда не падает. Это я снимал же, что ли? Только чтобы вам показать. Так, есть у меня еще и на 400. Но если есть, что ее беречь-то? Для этого ведь и покупалось. Никуда не останется. Такое, что это хорошее, которые такое для его. Ага. Такое. Такое. Такое видео. Такое. Такое. Смотрите, просто прелесть. Ну, не буду показывать сегодня уже на токарном, как он будет точить, но надо понимать, что когда такая полированная кромочка, резец работает просто огонь. Так, ну это у меня брюкнеровский резец, он говорил, что здесь R6 M5. Что тут ещё надо сделать? Надо маркером написать, что вылет 55 мм и, например, два, что это во втором отверстии. Будем считать, что это первое, а это второе. Надо будет потом кленовую или дубовую деревяшечку красивую сделать, наполировать её. Хотя вот эта временная, она, знаете, она долго бывает постоянным, если это сразу не сделал. Ну ладно, давайте ещё один, ещё один. Вот, смотрите, это рекорд повар. Блин, он идеально заточен. Я его в тот раз поработал, когда я его на быстром точиле. В этом же приспособлении заправил. Ну, что делать? Давайте его блеска хотя бы наведём на более мелкой наждачке. Да, я знаю вот эту ситуацию, когда здесь планочку просто закрепить, вот в планку упёр, а потом приспособу прикрутил. Чтобы вот это не вымерять каждый миллиметр. Ну, пока у меня этого нету. Надеюсь, в дальнейшем это у меня будет. Да, тут угол немножко другой. Так, выставлю на глазок, потом расстояние померяю и запишу здесь на ручке. Смотрите, ни резец не поджёг. А кромочка наполирована. На этой положительной ноте, наверное, видео буду заканчивать. Всем, кому информация была полезна, пальчик вверх. Вот такой прям, вот такой прям пальчик вверх. Подписывайся на канал, оставляй комментарии. А я ненадолго с вами прощаюсь. Где там? Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok